Программа «Реальная экономика» приглашает вас в Грецию, которая надеется на возрождение, благодаря победившему на выборах Альянсу Сириза, позиционирующему себя как европейский бунтарь. В этом выпуске мы подробнее поговорим об экономической ситуации в Греции и выпавших на долю страны трудностей, как вернуть греческую экономику на рельсы роста, сможет ли это сделать пришедшая к власти Сириза. Об этом мы поговорим с гостем программы, министром экономического развития Йоргосом Статакисом, который обещает стране рост, реформы и возрождение бизнеса. Начнем же мы с краткого обзора греческой трагедии и сползания страны в пучину самого сильного въезда экономического кризиса. Немного цифр и фактов. 2009 год. Греческие долги зашкаливают перспективой дефолта, становится реальный кризис, набирает обороты. Страна принимает драконовские меры по сокращению расходов. Взамен в 2010-м тройка внешних кредиторов МВФ, ЕС и Европейский центральный банк выделяют Афинам первый транш кредита. Греция предлагает списать ей половину задолженности на определенных условиях. Премьер-министр покидает свой пост, формируется новое правительство. В 2012-м Греция вновь берет в долг. Власти продолжают ужесточать меры экономии. В 2013-м политика затягивания поясов продолжается. В стране сокращаются административные кадры. Несмотря на сложности, Афинам удается провести первое за четыре года размещение гособлигаций. Социальное недовольство растет. На европейских выборах в 2014-м в Греции побеждает альянс левых сил Сириза. Она выступает против того, что называет диктатом тройки и обещает грекам быстрое улучшение условий жизни. Под этими лозунгами Сириза выигрывает и досрочные парламентские выборы в январе. За годы кризиса Греция, похоже, так и не смогла найти своего удачного рецепта по преодолению проблем. К экономической трагедии прибавилась политическая нестабильность. Страна в фокусе внимания и дебатов соседей по Евросоюзу. Ряд государств утверждает, что слабейшим не место в европейском клубе. Заходит речь о выходе Греции из еврозоны и даже ЕС. Другие страны при поддержке европейской власти говорят о солидарности. А что же с сами греки? Они смирились с судьбой или же готовы засучить рукава? В последние четыре года в Греции только и говорят, что о кризисе и реформах. В муниципалитете Калифеи решили не ждать распоряжения Афин. И провели первую важную реформу самостоятельно. Давайте посмотрим. Теперь всем жителям Калифеи гарантируется минимальный социальный доход, своего рода госсубсидия. Для сегодняшних греков это не просто небольшая прибавка к бюджету. В период, когда в стране нет работы, зарплаты и пенсии сокращены, а налоги взлетели до небес, минимальный гарантированный доход порой обещает спасение. Несколько лет назад Дина не поверила бы в то, что будет на получаемые 200 евро кормить семью. Она давно потеряла работу. Сегодня на должность продавца у них очередь стоит из людей с докторскими степенями. Серафим два последних года пытается найти достойное место. Безрезультатно. Я ищу работу два года и ничего не получается. Последние полгода удалось устроиться в фирму по доставке продуктов на дом. Работаю 3-4 раза в неделю. Платят мне 3 евро в час. Гарантированный минимальный доход призвано вселить надежду в обездоленных. Кристос Друкитис, инженер, не найдя себе места, решил придумать работу сам. Он пестует стартап-предприятия, отмечая, что в этом направлении в Греции наметился прогресс. Во-первых, есть механизмы финансовой поддержки подобных проектов на европейском уровне. Во-вторых, какие-то шаги в это направление делают и наши власти. Мы надеемся, что скоро нам станет полегче с налогами. Специалисты единодушны. Проблема Греции в отсутствии реформ. Афины разработали немало реалистичных и важных для экономики стран и сценариев. Все они так и остались на бумаге. В Греции шло постоянное сокращение расходов и очень мало было сделано для восстановления роста экономики. Никас провел 3 года в Нидерландах. Я бы хотел, чтобы Греция и греки меньше жаловались и больше работали сообща, чтобы добиться каких-то результатов. Работа с прицелом на будущее. Что думает об этом новый министр экономического развития Греции Йорго Статакис. Сегодня его ведомство едва ли не главнейшее в стране. Первый вопрос касается первых 100 дней на новом посту. Итак, есть ли план у господина министра? Мы запланировали в первые 100 дней реализовать несколько инициатив, касающихся, так сказать, государственной и общественной инфраструктуры в целом. Параллельно мы обращаем внимание на малый и средний бизнес. Собираемся предложить компаниям, обремененным долгами, варианты возвращения в строй. Для наших кредиторов очень важны два аспекта – реформа системы государственного администрирования и культивирование потенциала греческой экономики. Вот этими двумя аспектами мы и занялись. Звучит как хороший лозунг, но как конкретно вы думаете это сделать? Мы не обещаем повышения зарплат всем, но сегодня мы хотим, чтобы повышение минимальной зарплаты распространилось бы и на частный сектор. Там тех, кто получает минимум немного, лишь 8%. То есть вы готовы взвалить себе на плечи и проблемы частного сектора? У нас достигнуты договоренности с Ассоциацией греческих предпринимателей, представителями деловых кругов. Они обещали провести эту реформу самостоятельно. Нет, проблем мы ждем прежде всего в государственных отраслях. Вот судостроительству нашему, чтобы встать на ноги, нужно снизить бюрократическую нагрузку. У Греции нет законодательства, напрямую поддерживающего инвесторов, людей, приходящих с живыми деньгами. Мы планируем как можно быстрее подготовить соответствующие законы. То есть наша цель – упростить работу, как для греческих малых предприятий, так и для приходящих в страну предпринимателей и инвесторов. Вы думаете, кредиторы одобрят вашу стратегию? Время работает на нас. Люди очень скоро увидят, что Сириза пришла к власти, чтобы повернуть жизнь Греции к лучшему. На бумаге и на словах план новой власти выглядит разумным. Но реалистичен ли он в условиях тяжелейшей социально-экономической ситуации в стране? И хватит ли политикам из Сириза опыта в ведении переговоров с кредиторами? Об этом наш репортаж. Греции – кредиторы с победой Альянса Сириза. На выборах вопрос встал так – кто кого. Новая власть утверждает, что не собирается ссориться с европейскими странами. Но и выполнять их условия с закрытыми глазами не намерено. Доверяй, но проверяй – именно так утверждают представители Сириза, подчеркивая, что их цель – создать в Греции условия для роста. Предыдущее правительство считало, что должно создать немалый задел для выплаты процентов и погашения долга. Мы же хотим, чтобы эти средства пошли на стимулирование экономического роста страны, на стабилизацию ситуации в целом. Во главу угла, таким образом, новая власть ставит рост, а не выполнение своих обязательств перед кредиторами. Что скажет на это тройка? Состоится ли мягкая реструктуризация греческого долга? Призывы Афин в адрес кредиторов об изменении политики разделяют многие авторитетные экономисты. Стране нужно найти баланс между реформами, обязательствами по долгам и стимулированием роста. Что действительно нужно Греции на данном этапе? Мы спросили об этом профессора Афинского университета бизнеса и экономики. Власти нужно проводить политику реализации потенциала, заложенного в греческой экономике. Да, необходимы реформы в госсекторе, но одновременно не стоит задвигать в угол частный сектор, ведь именно он обеспечивает стране основные доходы. Стоит максимально упростить частным компаниям в жизнь, снизить административную нагрузку. Это, кстати, поможет стимулировать приток в страну инвестиций. Инвесторы будут меньше бояться связываться с Грецией. У Греции и остальной Европы схожие взгляды на приоритеты. Да, рост греческой экономики в интересах обеих сторон. Разногласия касаются жесткости режима экономии, в том числе в сфере финансов. Степень жесткости режима экономии означает степень затягивания поясов для греческих семей. Давайте поговорим о Европейском Центральном Банке и его программе количественного смягчения для стимулирования роста в ЕС. Греция в программу не входит. Как быть? Мы очень многое сделали для того, чтобы подключить Грецию к программе количественного смягчения. До июня мы должны заключить соглашение с европейскими партнерами. Надеемся, что с середины июля программа станет доступной и для нас. Что вы можете сказать иностранным инвесторам, чтобы успокоить их? Мы решили не доводить до конца ряд приватизационных проектов. В сфере водоснабжения и инфраструктуры. В поддержку нашего решения говорят оценки МВФ. Сначала фонд оценивал потенциальные доходы от приватизации в 50 миллиардов евро. Затем снизил прогнозы до 14 миллиардов. А теперь до 3 миллиардов. Но в целом мы намерены продолжать выполнение обязательств, взятых прежним правительством. Невозможно встать на путь роста без иностранных инвестиций. Так что свертывание приватизации касается лишь отдельных проектов. Ваше правительство благоволит бизнесу? Мы стоим и будем стоять на позициях приверженности Европе и евровалюте. Одновременно мы открыты для контактов с новыми экономическими силами, такими как Китай. И Россия? Мы хотели бы снижение напряженности вокруг России. И да, Россия всегда была хорошим деловым партнером для Греции. Вы убеждены, что отработаете полный срок. Почему? За нашей победой доверие греческого народа, желающего перемен. Мы планируем быстро вывести из-за черты бедности как минимум треть из тех, кого кризис оставил без заработка. Мы хотим, чтобы Греция снова начала полноценно работать. И мы верим, что нам это удастся. Я тоже надеюсь на это, господин министр. Спасибо за участие в программе.